Троллейбус, возможно, транспорт не самый быстрый, зато экологичный, вместительный и безопасный. Кроме того, им пользуются многие льготные категории граждан – пенсионеры, школьники и студенты. Однако все чаще в последнее время заговаривают о нерентабельности этого вида транспорта. А на днях и вовсе заявили, что три маршрута, а именно второй, шестой и пятнадцатый, в скором времени перестанут существовать. Активист Михаил Шибанков решил не оставаться в стороне от этой проблемы и создал петицию. Мне не безразлична судьба города, потому что отмена таких достаточно важных маршрутов бьет по, в первую очередь, льготникам, студентам, школьникам, потому что в основном муниципальный транспорт перевозит именно эту категорию граждан, и, получается, страдают незащищенные слои нашего населения, города. Сам Михаил старается пользоваться именно общественным транспортом, так как поездки в маршрутных такси считает небезопасными. И таких, как он, утверждает молодой человек, немало. Кроме того, вопрос целесообразности отмены именно этих маршрутов он изучил досконально и считает, что это приведет к большим неудобствам. Если говорить о втором троллейбусе и шестом, они действительно перевозят людей достаточно много в течение дня, особенно в утренние часы очень тяжело выехать из октябрьского городка, где, собственно, находится конечная второго троллейбуса. На маршрутке люди просто не вмещаются в маршрутке, они забиваются до такой степени. А сейчас, в особенности в летний период, жарко, душно, людям хочется пространства. Троллейбус выручает очень хорошо. Однако не об удобстве горожан думают власти города, а о сокращении расходов. Кстати, с этой целью троллейбусы по данным маршрутам пускали без кондукторов. Однако это не спасло ситуацию. Посмотрим, сможет ли ее изменить петиция. За сутки ее подписали более 500 человек. По словам Михаила, она затрагивает не только отмену конкретных маршрутов троллейбусов, но и в целом транспортную проблему в регионе. Молодой человек надеется, что о петиции узнают и примут соответствующие меры глава администрации города Сергей Карабасов и глава региона Николай Любимов. Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город».